Вот на этих гнилых балках, которые рассыпаются в руках и держатся, четырехэтажный дом. Находиться в подвале почти что играть в русскую рулетку. Никогда не знаешь, когда обвалится деревянное перекрытие, а вместе с ним и квартиры. Здесь все полностью проваливается, там дальше подпорки идут металлические. Это первый этаж, их нет, пол. Это вот все, весь пол, 12-й квартиры. Квартиру номер 12 видно прямо из подвала. По словам соседей, в ней уже никто не живет года три. Собственники съехали, оставив часть вещей. Находиться здесь опасно, с потолка отпадывает штукатурка. Делая эти кадры, наш оператор рисковал жизнью. А это квартира сверху, номер 14. Олег Гачегов показывает, его ванна ушла вниз уже на 30 сантиметров. И сейчас держится на честном слове. В полу дыра. Мне просто воду набрали и помылись в тазиках. Все. Я как бы в мощной работе. А мама моет отца инвалида в тазике. А в квартире его соседа Романа Мефтахова сквозные щели в стене. Зимой здесь гуляет ветер. А между прочим, в январе Ленина 38 обследовала комиссия. Она постановила, жить в этом доме можно. Вот они нам приняли решение, что отсутствие оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. Комиссия в составе 13 человек, которые выносили это решение, никто из жильцов в глаза не видел. В квартиры никто не заходил. В то время как дом буквально ходит ходуном. Начинает работать машина, у кого-то автомат. Весь дом вот так вот трясется. То есть такой тремор идет по всему дому. Вот у нас у ребенка аллергия на плесень идет, потому что мы обследовали ее. Так вот, она всем этим дышит. Вся вот плесень, чернота вот эта там все вышла на стены. И она ходит, дышит. О том, что в доме жить опасно, знают и в управляющей компании. Даже своим слесарям работать там запрещают. От официальных комментариев коммунальщики отказались. Жильцы уже не раз писали письма во всевозможные инстанции, чтобы признать дом аварийным, но пока безрезультатно. Мы хотим добиться, чтобы наш дом признали аварийным, потому что он стоит весь на подпорках, весь подвал буквально стоит на подпорках. Чтобы предоставили нормальное жилье, чтобы мы в человеческих условиях жили. Сегодня мы отправили официальный запрос в администрацию города, чтобы узнать, смогут ли помочь чиновники жителям 38-го дома на Ленина. Мы следим за развитием событий. Екатерина Кравцова, Степан Некрасов. Новости на ТНТ.